ТАСС 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 Также человечество находится в состоянии относительного покоя, относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов, в состоянии относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет. Давайте вспомним Черчилля, который сначала ненавидел Советский Союз, потом называл Сталина великим революционером, когда нужно было бороться с нацизмом. А после того, как американцы получили ядерное оружие, призывал немедленно фактически уничтожить Советский Союз. И, помните, его речь в Фултоне была стартом к холодной войне. Но как только у Советского Союза появилось ядерное оружие, Черчилль стал инициатором сосуществования двух систем. И не потому, что, я думаю, он не был таким приспособленцем, а он исходил из реалий. Из реалий исходил. Умный человек был, практически политик. И здесь мало что поменялось с этого времени. Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе. Вот смотрите, сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это глобальная угроза изменения климата, антропогенные выбросы и так далее. Это правильно. Дети уже этим занимаются, девочки, мальчики по всему миру. Но они не осознают, молодые люди, тем более подростки, дети не осознают глобальной угрозы и такого серьезного вызова, связанного с вопросами возможных глобальных конфликтов. Об этом должны подумать взрослые тети и дяди. Но у меня такое впечатление, что как-то примелькались эти вопросы. Они как-то немножко ушли на второй план. Это не может не вызывать тревогу и озабоченность не может не вызывать. Вот наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ну чего, уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам. Кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет. Тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности. И очень серьезный шаг. Теперь вот говорим о прекращении, по сути, тоже в одностороннем порядке, участия наших партнеров американских в договоре об ограничении и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но в первом-то случае хотя бы ввелись его по-честному. Просто вышли в одностороннем порядке и все. Во втором, видимо, понимая, что нужно нести будет за это ответственность, пытаются свалить на Россию. Ну вот, послушайте меня. Возьмите вы, ваши читатели, слушатели, зрители, откройте договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Ну, прочитайте его. Там же прямо в статьях написано, нельзя размещать на суше пусковые установки ракет малой и средней дальности. Ну, там же прямо это написано. Нет, взяли, в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Вот прямое нарушение. Посмотрите, что такое ракеты малой и средней дальности, а потом сравните их с параметрами ударных беспилотных аппаратов. То же самое. Теперь посмотрите на характеристики целей для противоракет. Это и есть раки там в средней и меньшей дальности. Все делают вид, как будто здесь не видят, не слышат, читать не умеют. Глухие и слепые. Но мы вынуждены на это как-то реагировать, правда? Это очевидная вещь. Сразу ищут виновных в лице России. Давайте. Конечно, угроза, она такая серьезная. Сейчас вот у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Ну, можно не продлевать? У нас наши новейшие системы такие, что обеспечат безопасность, гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду то, что мы сделали все-таки значительный шаг вперед. И надо прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия. Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну не будем тогда. Но с нами никто не видит. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы. С нами никто ведь не видит переговоров до сих пор никаких. Ведь никаких формального оформления переговорного процесса нет. А в 2021 году все закончится. Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения. Или, допустим, размещение оружия в космосе. Но мы с вами понимаем, что это такое или нет? Но спросите у экспертов. Это значит, что над головой каждого из нас постоянно, над головой постоянно будет висеть, допустим, ядерное оружие. Вот прямо постоянно. Но мы же делаем то же самое. Причем быстро. Но кто-нибудь вообще будет об этом думать, говорить, проявлять какую-то озабоченность? Нет? Полная тишина. Или создание ядерного оружия малой мощности. Использование стратегических аркет в неядерном исполнении. Вот из подводной лодки, где-то из районов Мирового океана стартует ракета глобальной дальности, стратегическая. Откуда мы знаем, она с ядерным зарядным или нет? Вы понимаете, насколько это серьезно, насколько это опасно? А если другая сторона тут же ответит? К чему это приведет? Это должно быть, я глубоко убежден в этом, это должно быть предметом открытой, транспарентной абсолютно, профессиональной дискуссии. И общественность, мировая общественность должна быть участником этого процесса. Ну, настолько, насколько это возможно в вопросах подобного рода. Во всяком случае, люди имеют право знать, что происходит в этой сфере. Ну, вот еще раз хочу повторять, мы к этому готовы. У нас, повторяю еще раз, мы уверены в своей безопасности. Но озабоченность в полном демонтаже этого всего механизма в сфере контроля над стратегическими вооружениями и в сфере нераспространения, она, конечно, существует. Какой выход? Выход только в совместной работе. Ну, вот последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки селяет определенный оптимизм, должен сказать. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение. Мне эти деньги можно было бы направить на другие цели. Но я с ним полностью согласен. Вот приезжал госсекретарь, к нам мы с ним встречались в Сочи. Примерно в таком же ключе высказывалось. Но если они так считают, то надо принять какие-то практические шаги к совместной работе. Повторяю еще раз. Конечно, на сегодняшний день наиболее значимым являются наши переговоры, как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом. Но в целом, по большому счету, я лично считаю, что нужно привлекать все ядерные страны. Все. Официальные, неофициальные. Потому что привлекать только те, кто признан в качестве ядерного держава. И не привлекать тех, кто не признан. Но, значит, они будут дальше развивать. В конце концов, этот процесс затормозится между странами, которые являются официально признанными ядерными государствами. Поэтому, по большому счету, нужно создавать такую широкую платформу для дискуссий и принятия решений. И в этом смысле, конечно, это и может быть светом в конце финала. Спасибо, Ваше Владимир Владимирович.